Ты людей не разложил. Я людей не разложил. С чем я разложил везде? Вы документы не подоставили. Вот документы везде. Это не документ. Человек в форме сотрудника газовой компании пришел проверить оборудование. Жители просят показать документы, у мужчины только самодельный бейдж. Один из жильцов говорит, что организация, под именем которой действует мужчина, не обслуживает их дом. После чего незнакомец спешно покидает подъезд. И такие навязчивые гости в доме 16 по улице Свободы не переводятся. Продавцы настойчиво просят открыть им дверь, после чего пытаются убедить жителей купить у них оборудование. Больше всего наседают на пенсионеров, угрожая тем, что газовые трубы неисправны и в любой момент может прогреметь взрыв. Ребята ведут себя очень неадекватно, то есть нагло, я бы даже сказала. Мне позвонила бабушка с первого этажа, плакала, потому что она запустила его в дом и не могла выгнуть из квартиры. Пришлось вывести его практически за руку и при этом человек уже в процессе выхода просил подписать бабушку какие-то документы. И давили на психику людям, что необходимо открыть, иначе будет отключение. Средняя цена на газовые счетчики около 2000 рублей, но менеджеры предлагают их втрое дороже. Именно по таким расценкам буквально за пару часов до нашего приезда они продали два счетчика жителю дома Александру Трусову. Пришли ко мне работники, сказали, что по федеральному закону должны устанавливать счетчики, что они работают по всему дому. И поставили мне два счетчика общей суммы 15500 рублей. Я не хотел устанавливать газовые счетчики, вообще был против этого. Но мне утверждали, что по федеральному закону это обязательно. Оплату продавцы принимают как наличными, так и с помощью терминала, что в глазах жителей придает им веса. Причем в этом дворе история с газовщиками длится не один год. Только названия организации постоянно меняются. И учредители оказываются то в Казани, то в Ильяновске. И это неспроста, говорят юристы. Если в названии компании изменится хоть один символ, не говоря уже об учредителях или юридическом адресе, то доказать ее причастность к сделке будет уже невозможно. Чем и пользуются такие фирмы. На этот раз главной офис организации оказался в Санкт-Петербурге. Мы связались с представителями фирмы по телефону, но внятных комментариев получить не удалось. На основании какой разрешительной документации? Вы можете позвонить по номеру телефона горячей линии, вам там все передадут. В Самарском филиале находятся только диспетчеры. После нашего визита к ним руководство фирмы само вышло на связь. По телефону нам заявили, что не давали поручения подчиненным общаться с клиентами в агрессивно-настойчивой манере. В случае, если такие прецеденты случаются, продажники посоветовали сдавать их менеджеров в полицию. Впрочем, к этой мере жители дома уже прибегали. Мы стали гнать их со всех подъездов, а не нагло. Мы вызвали полицию, полиция приехала, забрала. И они увезли. Их после сказали, что отпустили. Если есть такая проблематика, могут граждане к нам обратиться. И мы, соответственно, поставим данный вопрос на контроль. И при наличии оснований в отношении организации будет принято определенный мир. По словам правоохранителей, жители должны быть бдительны. За каждым домом закреплена обслуживающая газовая компания, договор с которой заключает управляющая организация. Название фирмы прописано отдельной строкой в ежемесячных квитанциях квартплаты. Осмотр газового оборудования может проводить только эта организация и только раз в год. Бывают исключения, но о них заранее предупреждает управляющая компания, указывая точную дату и время проверки в объявлении. Представителей других организаций пускать в подъезд и квартиру не стоит. Если к вам постучался или позвонил в дверь специалист, который одет форму какой-то специализированной организации, размахивает удостоверением и говорит о том, что он пришел проверять внутри домовое и газовое оборудование. Первое. Позвонить в управляющую компанию. Если управляющая компания скажет, что мы не знаем о такой проверке, дверь не открывается. Даже, может быть, это действительно специалисты, но оповещение соответствующее не прошло, значит, ничего страшного, придут в следующий раз. Следует запомнить, что ваша обслуживающая организация не будет предлагать платные услуги, пытаться что-то продать или установить. В случае, если вы все-таки попались на уловку, у вас есть право обратиться в суд и вернуть свои деньги. Наш материал уже отправлен в соответствующие ведомства для проведения проверки правомерности действий фирмы в отношении жителей 16-го дома по улице Свободы. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.